Сельскохозяйственные ярмарки, организованные по инициативе губернатора Кубани Александра Ткачева, уже давно стали доброй традицией. Сегодня они действуют во всех муниципалитетах края и пользуются заслуженной любовью кубанцев. Ярмарка выходного дня проводится и в Славянском районе. Подробности в репортаже Надежды Неткачевой и Игоря Ванчугова. Купить продукты, минуя посредников, такую возможность имеют жители Славянска на Кубани. Ярмарки выходного дня созданы для того, чтобы снизить социальную напряженность, позволить людям покупать продукты по приемлемым ценам. В нынешних непростых экономических условиях, когда цены на импорт непомерно растут, самое время выйти на сцену отечественному производителю. На ярмарке, как и на других торговых точках, проводится мониторинг цен на социально значимые продукты. Представители прокуратуры совместно с Роспотребнадзором, сотрудниками управления торговли и районной администрации проверяют все торговые объекты. Сегодня работой нашей межведомственной группы охвачена ярмарка на центральный рынок Славянский. Как видно, что на торговых рядах представлен полный перечень продуктовой продукции, в том числе социально важных товаров. Сегодняшний день показал, что наценки торговые от закупочных не превышают 20-30%. Хотелось бы отметить добросовестность наших предпринимателей, которые с пониманием относятся к сложившейся ситуации и не злоупотребляют предоставленными законодателями возможностями по соответствующим наценкам. Достоинство ярмарок выходного дня очевидно. Отсутствие посредников позволяет устанавливать низкие цены на основные товары, а значит покупателям не приходится переплачивать за продукты. Так, к примеру, цены на картофель на ярмарке не превышают 30 рублей. Кроме этого, наценки на продукты первой необходимости здесь не выше установленной нормы – не более 10%. Нам предложено организовать ярмарку по рекомендуемым ценам края. Это цены, которые ниже рыночных на 10%. Для этого мы пригласили товаропроизводителей, предпринимателей, крестьянско-фермерские хозяйства. Для продавцов сельхозпродукции здесь выделено 40 торговых мест. В ярмарке принимают участие как местные, так и краевые товаропроизводители. Из города Краснодара, станицы Медведовской и Красноармейского района. Ярмарки выгодны как продавцам, так и покупателям. Первые имеют возможность реализовать свою продукцию, вторые – приобрести товар высокого качества и по доступным ценам. Конечно, удобно. Каждый придёт и возьмёт, что ему нужно, и будет очень, наверное, рад. И продукты качественнее, и вообще, это самое… и может, и дешевле даже. Конечно, удобно. Я люблю рыбу свежую. Пришла, купила, цена нормальная, на рыбу ещё держится. Качество продукции представлено на ярмарке не в пример импортной. Хорошее, ведь всё выращено на нашей кубанской земле. Никаких добавок и консервантов. Одним словом, натуральный продукт. Предприниматель Ольга Нисходимова продаёт товары, выращенные в собственных теплицах. Сейчас это преимущественно овощи, а в летний период – фрукты. Мы торгуем сельхозпродукцией, которая востребована сейчас на данный момент. Стараемся каждый день обновлять товар, потому что посвежей, чтобы люди не жаловались, жалоб не было. Ну, никогда ещё не испытывали жалоб, ничего. Стараемся поддерживать наш рынок. Выйдя в выходной день на ярмарочную площадь, всегда можно найти качественные и недорогие продукты кубанского производителя. Овощи, фрукты, молочную продукцию, рыбу, мёд, соленья везут на ярмарку славянские фермеры. «Продукция Новикова Михаила Николаевича на рынке более 20 лет. Продукция вкусная, покупателям нравится. Цены от 80 рублей капуста. У нас четыре вида капусты. Квашеная с хренком, с яблочком, пелюска. Большой ассортимент салатов, приправки, хренок, аджичка. То, что нужно сейчас в зимнее время». Михаил Гринь уже несколько лет занимается личным подсобным хозяйством. На ярмарке выходного дня Михаил представляет свою овощную продукцию. Она на порядок дешевле, нежели на рынке. На торговом прилавке Михаила Гриня в широком ассортименте продукция, выращенная на огороде. Морковь, лук, картофель. «Удобно. И всегда нас ждут. Сюда, суббота, воскресенье, вот эти места, они, как говорится, за мной, как земля за колхозом, так и это место за мной. Эта администрация нам в своё время позволила». На ярмарке были представлены известные в районе предприятия переработки «Славинский консервный завод» с разнообразным ассортиментом консервированной продукции. И «Зао Приволье» – молочная продукция, которого пользуется большим спросом. Со всем рядом – рыба вяленая, холодного, горячего копчения, черноярковского рыбцеха. Живая рыба, выращенная сельхозпредприятиями Славинского района. Кондитерские и хлебобулочные изделия Славинского хлебозавода. Мёд – всё можно купить на ярмарке выходного дня. Мёд, пыльца, всё своё, своё у нас в особное хозяйство. Муж – пчеловод с большим стажем, я реализую. Цены у нас приемлемые. Цены, как пошло повышение, мы ничего не повышали. Ещё, наоборот, поскидывали, скоро новый сезон. «Продукция у нас вся своя, есть некоторые покупаем, а есть своя вся. В принципе, что это, всё делаем, всё перерабатываем сами, всё производим сами. А цены у нас отпускная цена. Как с цеха отпускается, такая отпускная цена. Ниже всех». «Мы представляем продукцию нашего славинского хлебозавода. Цены, у нас, по-моему, хлеб с хлебозаводской самый дешёвый по городу. Ассортимент достаточно широкий, всё свеженькое». Каждые выходные славинцы спешат за покупками на рынок, и перед ними разворачивается ярмарка, которая удивляет разнообразием товаров, качественной продукции и доступными ценами. А хорошее настроение покупателям дарят лучшие творческие коллективы славинского района. Надежда Неткачева и Игорь Ванчугов. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова